Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Лешат Гафуров принял участие в августовском совещании работников образования и науки. Ученые Казанского университета объясняют природу эволюции Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В Елавурском институте КФУ торжественно открылась третья смена образовательного лагеря «Цифра лета». В Казани прошло традиционное августовское совещание работников образования и науки республики. В этом году совещание решили провести на площадке «Казань-экспо». Главной темой для обсуждения стала реализация национального проекта образования. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. Лешат Гафуров принял участие в традиционном августовском совещании. В начале заседания министр образования и науки республики Татарстан Рафиз Бурганов, ректор КФУ Лешат Гафуров и ректор Кнетука имени Туполева Альбер Гельмудинов встретились со 145 стобальниками из районов и городов республики. В 2019 году ЕГЭ сдали почти 17 тысяч выпускников. В течение последних лет наблюдается заметный рост количества стобальников. Сегодня таких ребят 181. 13 из них – это учащиеся IT-лицеи, лицея имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ. Каждый четвертый стобальник выбрал свои альмаматоры Казанский федеральный университет. Вы на самом деле не просто учились, но вы еще и психологически очень хорошо подготовились к сдаче любых экзаменов, в том числе ЕГЭ, это дополнительные испытания для всех вас. Я отдельно хочу сказать огромные слова благодарности, кто выбрал наш федеральный Казанский университет. По одной простой причине, что вы поверили. В этом году традиционное августовское совещание работников образования и науки прошло на площадке Международного выставочного центра «Казани-Экспо», где уже на следующей неделе состоится 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В совещании принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимеш Амиев, заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, мэр города Казани Эльсур Медшин. Главными в этот день стали вопросы повышения качества образования в Республике Татарстан в рамках реализации национального проекта образования. Республика Татарстан уделяет самое пристальное внимание системе образования. Прежде всего, это касается дальнейшего развития инфраструктуры, подготовки современных педагогических кадров и систем мотивации учительского труда, совершенствования образовательных технологий. В этом учебном году произошли серьезные изменения в деятельности Республиканского олимпиадного центра, ставшего площадкой для реализации образовательных проектов, центром разработки, апробации и широкого внедрения образовательных программ. Можно говорить не только об успешных результатах татарстанских школьников на международных и всероссийских олимпиадах. За последние три года увеличилось количество абитуриентов из числа победителей и призеров олимпиад, поступающих в вузы республики. Их число выросло до 45%. Международные рейтинги вузов формируют модели и стандарты развития современного университета. В текущем году Казанский федеральный университет сохранил положительную динамику в авторитетном международном академическом рейтинге КОЭС, поднявшись на 45 позиций. Неплохую динамику демонстрируют наши ведущие вузы в различных предметных рейтингах. Напоследок были вручены государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета детализируют историю развития Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Группа исследователей КФУ, взявшиеся за развитие заявленного проекта, является одной из наиболее активных в России в области изучения карбонатных резервуаров углеводородов. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Ученые КФУ объяснят природу эволюции Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. В настоящее время общей тенденцией нефтяной отрасли в регионе является снижение количества добываемой нефти, относящейся к легкой. Так, учеными приоритетного направления «Эко-нефть» в рамках проекта Российского научного фонда будет проведена детальная реконструкция геофлюидной истории развития Волго-Уральского нефтеносного осадочно-породного бассейна. Суть проекта заключается в том, что на породном, минеральном и элементном уровне мы хотим детализировать историю развития нашего Волго-Уральского осадочно-породного бассейна. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, как он развивался, на каком этапе формировались полезные ископаемые, в нашем случае это углеводороды, соответственно, нефть, время, когда происходила миграция и накопление углеводородов. Горные породы за многомиллионную историю своего существования в пределах осадочного бассейна постоянно испытывают на себе влияние меняющихся во времени условий. История существования Волго-Уральского осадочного бассейна насчитывает несколько сот миллионов лет. В руках у нас только горные породы и то органическое вещество, ну, в том числе и, конечно, флюиды, которые эти горные породы вмещают. Вот детальный анализ, в принципе, поможет нам реконструировать, скажем так, отдельные аспекты эволюции, отдельные аспекты истории нашего бассейна. Это в каком-то смысле поможет нам понять природу, вообще говоря, миграции углеводородов, время их миграции. Ну и, соответственно, если мы знаем эти вот моменты, мы, в принципе, можем уже и прогнозировать, скажем так, потенциально перспективные площади с точки зрения дальнейших геолого-поисковых работ. Лаборатория уже более 20 лет работает в области исследования особенностей строения Волго-Уральского бассейна. Данная работа станет следующим этапом в его изучении, где будет применено новейшее оборудование, современные методики и подходы. Данное исследование поддержано грантом Российского научного фонда за перспективу определения решения ключевой фундаментальной геологической проблемы. Валерия Муратова, Универ Ньюс. Организаторы открытой лабораторной всемирной научно-популярной акции по проверке научной грамотности подготовили новое мероприятие. На этот раз всем желающим предлагают проверить знания в области медицины. Подробнее смотрите в сюжете Валерии Муратовой. 17 августа Казанский федеральный университет совместно с просветительским проектом «Открытая лабораторная» проведет научно-популярную акцию, посвященную медицине. Каждый желающий сможет проверить свои знания в этой области, а заодно узнать о мифах и заблуждениях. Лабораторная пройдет в формате теста. Всем пришедшим раздадут бланки с вопросами, а после выполнения заданий состоится разбор всех решений. Темы вопросов – здоровое питание, болезни и их лечение, а также известные люди в мире медицины. Тест будет про медицину. Будем узнавать разные аспекты этой деятельности, мифы, какие-то стереотипы о медицине. Затем у нас пройдет лекция от врача университетской клиники о показании первой медицинской помощи. Лекцию «Основы оказания первой медицинской помощи» прочитает врач общей практики университетской клиники КФУ Эльвира Кадырова. Основные приемы оказания неотложной помощи будут показаны на манекенах. Интересно то, что это акция федерального масштаба, то есть она одновременно в этот же день пройдет еще в 20 городах России. То есть в ней могут принять участие и, в принципе, примут более 100 тысяч человек. Медицинская лабораторная пройдет в аудитории 108 2-го учебного корпуса Казанского университета. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. В Елабужском институте КФУ торжественно открылась третья смена образовательного лагеря «Цифролета» под названием «Сайенс Микс». Программа тематической смены включает в себя массу интересных и полезных занятий для современных подростков. Также программа направлена на освоение цифровых инструментов для их эффективного использования на практике. Подробности смотрите в следующем сюжете. «Сайенс Микс» – третья смена образовательного лагеря «Цифролета» успешно стартовала в Елабужском институте КФУ. Для участников смены 130 ребят в возрасте от 13 до 18 лет подготовлена увлекательная программа, направленная на освоение цифровых инструментов для их эффективного использования на практике. В течение лагерных дней школьники посетят массу интересных мастер-классов и практических занятий по дискретной математике, теоретическим основам информатики, программированию, робототехнике, 3D-моделированию, психологии и станут учениками школы эмоций. Мы уже провели две смены, и сейчас мы начали уже третью завершающую смену, которая у нас называется «Сайенс Микс», то есть научный микс. Сегодня у нас прошло очень интересное тоже мероприятие в рамках нашего кампуса. Был у нас организован телемост. Это очень интересное такое событие, мы считаем, вообще в таких грантовых поддержках, когда мы можем увидеть работы самих детей. Были представлены проекты, это получается кампус Новосибирск, Ижевск, Энгельс, но работы были очень интересные у детей. Основной задачей смены является повышение цифровой грамотности и участников в области организации безопасной деятельности в интернете. По итогам всех трех смен образовательного лагеря «Цифролета» будут выбраны семь самых активных участников, которые представит Елабужский институт КФУ на международном кейс-чемпионате выпускников кампуса молодежных инноваций. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok